Неужели правительство все-таки будет выполнять свои обещания? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, к чему таджики отнеслись с небольшим энтузиазмом. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Власти из Фары приступили к восстановлению жилых домов, которые полностью или частично были разрушены в результате конфликта, произошедшего на таджикско-кыргызской границе в ночь с 27 на 28 января этого года. Об этом мэр города сообщил на встрече с журналистами. По официальным данным, в результате конфликта на таджикско-кыргызской границе были полностью или частично разрушены 52 жилых дома. Хукумат из Фары ранее сообщила, что сумма ущерба составляет полтора миллиона самани. Мэр из Фары Бахавадин Бахудузурзода на встрече с журналистами 13 июля заявил, что местные власти намерены поскорее восстановить разрушенные и поврежденные жилища жителей приграничья. В результате январьского конфликта больше всего пострадали жители сельских джамаатов Чоркух и Сурх. Мы приступили к восстановлению домов, которые пострадали в результате конфликта. В настоящее время ремонтируются поврежденные дома жителей джамаатов Чоркух. Ремонтные работы завершатся в ближайшие дни. Сейчас идет строительство двух домов, которые сгорели дотла. Мы постараемся завершить строительные работы в ближайшее время, сказал Бахавадурзода. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь это произошло еще в январе, где, по мнению правительства, все это время должны были жить местные жители. Люди, которые потеряли свое жилье. Почему это происходит так долго? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А таджикские власти сообщили, что сумма ущерба от конфликта составляет около 2 миллионов самани. Жители пострадавших сел ранее сообщили, что к ним несколько раз приходили представители местных властей и обещали компенсировать ущерб. Но дальше обещаний не дошло. В пострадавших домах проживает более 240 человек. В результате обстрела кыргызских пограничников серьезно пострадал и единственный медпункт в селе Саманьон. Более трех тысяч местных жителей вынуждены пойти на прием к врачам, к ним домой или обращаться за медицинской помощью в центральную больницу Сфары. В ходе произошедшего конфликта незначительные повреждения получили также здания столовой, пекарни, магазина и других объектов. По словам местных жителей, во время предыдущих конфликтов власти за короткие сроки восстанавливали разрушенные и поврежденные жилые дома. Но не на этот раз. Протяженность границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 970 километров. Из них уточнено более 519 километров. Обе стороны за 30 лет независимости так и не смогли решить проблему делимитации и демаркации границы. Неуточненные участки становятся причиной стычек и конфликтов. При этом нередко применяются оружия, что приводит к разрушениям и человеческим жертвам. Конфликты на кыргызско-таджикской границе происходят нередко. Их соседи называют провокациями. На случившееся отреагировали и в АДКБ. Генеральный секретарь организации Станислав Зась выразил уверенность, что руководство обеих государств найдет взаимоприемлемые пути для урегулирования пограничного вопроса. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.